За последние несколько недель сахар, мука и маргарин резко подорожали. Руководители пекарин и хлебозаводов говорят, покупать, казалось бы, базовые продукты становится все сложнее, ведь стоимость выросла от 30 до 150 процентов. При этом поставщики не называют причину столь резкого скачка. Поставщики, на удивление нам, они никак не отвечают на этот вопрос. Единственное, что они говорят, что это является курсом повышения доллара. Хотя для нас это удивительно, потому что маргарин – это производная России, сахар – это производимая Россией. Еще одна проблема, говорит Ольга, отсутствия у маленьких булочных складов для хранения запасов. Купленных ингредиентов хватает лишь на неделю, поэтому их приходится приобретать регулярно и по актуальным ценам, то есть работать, что называется, с колес. Несмотря на это, сделать такую же наценку, как у поставщиков, пекарни не могут. Боятся полностью потерять клиентов. Из-за разницы в цене пекарни теряют до 30 процентов выручки. Несмотря на это, многие из них не хотят увольнять сотрудников и, более того, стараются сохранить цены. Например, на обычный белый хлеб. Ведь именно его зачастую берут пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан. В связи с этим правительство России направило 52 миллиона рублей на поддержку алтайских хлебопеков. Эту сумму распределят между предприятиями, которые не будут повышать стоимость по сравнению с предыдущим месяцем. Субсидия рассчитывается от объема выпеченного и проданного хлеба – 2,5 рубля на килограмм. Это очень мало. 2,5 рубля – это очень мало. Это очень маленькая дотация. А себестоимость килограмма сейчас сложно прогнозировать ее каждый день, потому что каждый день цена приходит разная. То есть цена растет. Владельцы пекарин боятся, что если ситуация не стабилизируется, убытки станут еще выше. А это, в свою очередь, может привести к закрытию многих предприятий и массовой безработице. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.